И всем привет, ребят! С мистер Вайкасю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен нашему зимнему киберспортивному танкофанду. Это уже третий видос по нему. И в сегодняшнем видосе, как я и говорил, я хотел бы обсудить ваши мысли по поводу этого замечательного танкофанда. Почитать комментарии, которые вы написали под моим первым видосом с этим танкофандом, чтобы, возможно, разработчики увидели вашу позицию и то, как вы вообще мыслите по поводу этого танкофанда. Все-таки нужен какой-то обратный фидбэк. И сегодня мы почитаем ваши комментарии. Давно я хотел подобного рода видос вообще записать, где у нас будет с вами обратная связь. Где можно почитать ваши комменты, высказать свою точку зрения по этому поводу, да. И, возможно, даже ответить на какие-то вопросы, да. Если вы ждали этот видеоролик и подобного формата видос вам интересен, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите ему личный такток Тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Под вчерашним видеороликом, который был первый с танкофандом, вы набрали максимальную активность. Я, честно, даже немножко офигел от такого большого количества комментариев. 105 комментариев на момент записи этого видоса вы написали. И это за 19 часов. То есть вы создали максимальный резонанс вокруг этого танкофанда. Ну и высказали свою точку зрения. Пройдемся по всем комментариям. Комментариям их довольно-таки много, поэтому будет интересно почитать вообще, что вы думаете. Все-таки я сказал высказать свое мнение. Вы его отлично высказали. Потому что, ну, 105 комментариев это очень и очень много относительно моих видеороликов. Ну и давайте пройдемся. Первый видос, первый, вернее, комментарий. Три часа назад оставил Айян Ти Ви Три. Очередное дно про битву, а где броник с кризисом на мультах их у многих нету. Тут я целиком и полностью согласен. Где броник с кризисом? Я лично думал, что будет возможность подлутать броник с кризисом на бездонате 2.0. Там только вопрос был, как я наберу такое большое количество танкоинов. Но в любом случае, у большого количества игроков на мультах кризиса и броника нету. Из танкованда это была отличная возможность забрать тот самый заветный броник с кризисом. Здесь его нету. И это отличный вопрос, на который ответ даже я сам дать не могу. Почему нету? Фиг его знает. Опять до Хантера ГТ не дойдем. Разрабы, наверное, сами угорают с этого. Где у нас что-что-что? Хантер ГТ. Хантер ГТ это у нас 30 уровень. То есть в прошлом танкофонде мы до сюда не дошли. По сути, этот танкофонд очень схож с предыдущим танкофондом. И в этих словах есть определенно правда. Помните, когда-то в одном танкофонде игроки набили полностью все уровни и сверху столько же. То есть в два раза больше. Тогда разработчики дали неплохую компенсацию в виде танкоинов за игровые ошибки. И мне кажется, именно из-за этого тогда и набили столько. У всех появились танкоины для покупки спецухи для танкофонда. Мне кажется, что в этом танкофонде вот прям максимум дойдем до 25 уровня. Это пишет у нас игрок с ником IsMyLeak. Да? Ну и в принципе, наверное, я с ним согласен. Не совсем так. Если бы танкофонд покупал каждый, у кого есть танкоины, то набрать все 50 миллионов проблемой не было бы. Для этого нужно минимум 30 тысяч аккаунтов. Ты думаешь, столько играет в танки. Если люди, которые самые дорогие спецухи покупают, поэтому меньше 30 тысяч. Если бы их не было, то понадобилось бы 50. Я думаю, 20 тысяч это лимит. То есть каждый игрок высказывает свою точку зрения. Кто-то говорит, что есть возможность набрать 50 лямов. Только в том случае, если каждый будет покупать эту спецуху. В целом, наверное, я согласен. Реально набрать такие огромные цифры. Но, как показывает практика, большинство игроков будет просто сидеть и ждать, и смотреть на этот танкофонд. И если они будут видеть маленькие цифры в нем, они его просто-напросто приобретать не будут. Так как зачем рисковать, если я не вижу потенциальную награду. С этой ситуацией я уже сталкивался в предыдущем танкофонде. Сейчас еще уберут нолики в последних 5 пунктах. А кажется, что очередной раз ошиблись. Не удивлюсь даже. Это комментарий к тому, что здесь типа не 100 ядерок, а 10. Не 150 контейнеров, а 15. Не 30, а 3. Не 90, а 9. Да, это к этому комментарий. Тоже неплохой моментик от смфа. В целом, да, может быть и такое в нашей игре. Такое тоже может быть. Даже если бы вместо красок расходку засунули, и то было бы повкуснее. Тут я целиком и полностью согласен. Если бы вместо этих красок нулевых, беспонтовых, были бы припасы, это бы смотрелось бы круче. Даже один танкоин смотрелся бы круче, чем вот эти вот краски. Так, это у нас фаул 5000. Оставил комментарий. У меня цель дойти до краски монолазурной. А у кого-то цель дойти до краски монолазурной. Это какая краска? Монокоралловый, монозолотой, монояблоко. А где этот монолазурный? Что я не вижу. А вот, 24 ляма. Монолазурный. Кто-то 24 ляма хочет подлутать. Орех одеть в эту монокраску. Надень танкиста и ядерку одну в одно место ему. И без базара скину 1000 танкоинов. Ну, такие уже шуточные комментарии пошли. От устра... Устмартамус 5816. Ну, такое. Будь на начальных уровнях достойный приз, тот же Хантер, ГТ или Пульсары было бы норм. И много бы кто купил. А так, ХЗ 25 плюс минус лямов. Думаю, это максы. Брать, конечно, буду. Чисто ради шанса выиграть 7 катанкоинов. Оставил комментарий Дима. 7, 2, 9. Честно, может показаться не буду. Может изменят. Но вряд ли такую хренатень напихали в начале. Это жесть. Они типа спец сделали. Чтобы нормальные призы не получить. А получили всякую хрень. Ну, тоже достойный комментарий. В принципе, есть правда в этих словах. Ваня, я нашел ошибку. И, кстати, думай, где правда. Но в сайте, где новость за 46 уровень. Написано 100 контов. А на сайте Танкофонда за этот же уровень показывает 150. Ну, скорее всего, на сайте здесь правильные цифры. То есть, здесь, скорее всего, 150. Это верная инфа. Но в любом случае, ошибка это очередной косяк. То есть, если здесь у нас написано 100. Здесь у нас написано 100. Да, здесь у нас написано 100. А там 150. Очередная ошибочка. Ну, в принципе, ничего, наверное, удивительного. Бывают такие корректировочки. Я уже подзабыл, какие устройства были в прошлом дохлом Данкофонде. Но в этом что-то вообще мне не нравится. Хоть и новые. Разве что Магнум с Пульсаром немного интересен. Но я с Магнумом почти не играю. А Шафт или Гаусс. Пульсар вообще бесполезный, мне кажется. Так для галочки. Хотя, какая нахуй разница. С этого ТФ мы все равно их не получим. Как раз Магнум Пульсар говно. Так как у него перезарядка долгая. Противник уже отхилится давно. Так что, как убивать на устройстве непонятно. То же самое с Гауссом. Но Шафт полегче. Свелся, нанес эффекты. И обычными шотами можно добить будет противника. Но не важно. В любом случае, ни одного Пульсара не дойдем. Все равно. То есть, очередной комментарий. В котором человек уверен в том, что мы не дойдем до таких больших цифр. Нет, конечно. Не дойдем. Пишет Alice Freeze Music. 65 лемов набрали, когда давали 800 или сколько там танкоинов компенсация. Так вряд ли человек захочет покупать предложение за 1000 танкоинов. Понимая, что хрен дойдем и получит он 20-30 кантов и говнокраски. В принципе, разумно. В игре куча мультов. Эти клоуны уже везде орут, что купят на всех мультах и т.д. Чтобы фонды были нормальные. И надо покупать их, чтобы набиралось максимум 1 миллион. За счет тупых игроков и донатов, которым вообще фиолетово что покупать. Еще один негативный комментарий от игрока Player83629. Они решили поиздеваться. Пишет такой вот интересный комментарий юзер. Всем доброго вечера. Отличное настроение. Провождение. Это Никитосик наваливает контента. Ему тоже бодрячка. Супер. Нет слов. Завтра купить 990 надо. Все. Удачи. То есть, кто-то даже будет за 990 покупать. А около 1000. Уже не 990, а около 1000. Ну, 990 как бы и есть. В очередной раз провальный танкофонд. Не участвую. Еще один такой комментарий. На котором, кстати, набралось 16 лайков под моим видосом. 10 лямов за один день и пойдет жаровня. Пишет Джоханас. Мечтать не вредно. Пишет ему Орешек. Ну, и в целом, если бы реально бы танкофонд набрал бы за первый день 10 лямов, то, возможно, появился хоть какой-то шанс на то, что он бы набрал хорошие цифры. Но вот на момент записи видоса у нас пятница утра и у нас танкофонд приближается к первому миллиону. Посмотрим, что будет вечером. Будет ли там хотя бы 3 или 5 лямов. Так. Я думаю, надо брать. Всем удачи. Позитивный комментарий. Не буду покупать танкофонд. Пишет фанат Жекомикса. Танкофонд сладенький. Агитируй его покупать. Там хорошие призы. Мои игроки способны набить более 60 лямов. Позитивный комментарий от Ice All Dragon Николая. 643. Ваньку вместо Ореха. Нет. Спасибо. Меня не надо. Обрати внимание, что если пройти до конца, танкофонд будет для вас бесплатным. Из этого количества недельных контейнеров получите 1080 танкоинов. Математика здесь от Алексея Коробова неправильная. Поэтому человек у нас с ником Part Leader пишет. Математик у нас только вот горе. Математик. 30 недельных контейнеров. Это 240 танкоинов. Если еще и прочие недельные. Плюс 150 танкоинов от силы. То есть это где-то около 500 танкоинов. Но в целом он прав. 500 танкоинов получить за танкофонд. Это вкусная темочка. Это реально вкусная темочка. И если так поразмыслить. Если бы каждый купил бы танкофонд. Он бы обратно отбил бы кэшбэком бабки. Плюс получил бы все эти призы. То есть грубо за 500 танкоинов получил бы все эти самые замечательные скины, контейнеры. И это было бы неплохо. Но далеко не каждый так мыслит. Как вы видите в комментариях. Все равно почти половину потраченных экономов можно отбить. Типа пропуск не покупать. Чтобы дойти до 50 уровня. Необходимо чтобы минимум 50 506 человек купили предложение за 990 танкоинов. Но это не человек. А аккаунтов. То есть если считать что это аккаунты. То это в принципе меньшее количество. Пишет у нас лес фриз музик. Так. Аков человек может быть меньше. Да. Решек прав. Провал гарантирован. Оставляет юзер сообщение. Они вообще не рассчитывают что мы пройдем танкофонд. Босс 100 ядерок каждому игроку. Это просто можно не играть несколько месяцев. Пока их игроки не потратят. Но если пройдем это очень круто. Босс скорее всего это будут ключи. И каждый сможет отложить ультра на тот дроп который хочет. Пишет Никита Холстов. В целом я бы сказал 100 ядерок это мало. Ничего там такого проблематичного в 100 ядерках нету. Есть большое количество игроков которые эти ядерки сейвят и не тратят. Поэтому в принципе было бы круто да. Просто подлутать награды. Давайте верить и всем говорить. Покупать танкофон может и так наберем. Позитивный комментарий от Никиты. Бо. У меня на аккаунте 60 плюс ядерок. Я их не трачу как и большинство. Всем и наплевать. А кто их юзает их преимущество не особо. Да. В принципе правильно. Не спеши мои подковы. К примеру недавно дали 10 ядерок с беде игры. И сейчас намного чаще вижу что кто-то прожимает свою ядерку. И так пока у всех не закончится. Или почти не закончится. Особенно в Джиггернауте немногие откладывают. Но я бы сказал что это все равно никак особо не влияет. Файнали. Один скин на 40 миллионов. Шоп 8к танкоинс. А типа у него 8к танкоинов. Ничего не понял. Но. Вроде как игрок рад. Что за 40 миллионов один скин код. Или не рад. Не знаю. Непонятно. Особо сильно по такому комментарию. Хоть призы ни о чем. Но ласт уровни. Два скин канта. 90 ультра. 150 обычных. 30 недельных. Очень вкусно. Только ради этого шанса. Можно взять. Пишет Джека Полищук. За последнее время открыл больше 150 ультра. Ничего особого. Одни кристаллы расходы. Так что эти 90 ультра. Фигня полная. Пишет Андрей. А что прикол с толкоинами. Не знаю какой прикол с толкоинами. Какую-то херню набутили. Токофон нам набутили. Призы нормальные. Не считаю лучшие краски. Ради них. И буду покупать токофон. И кучу ядерок. Но 50 лявов. По ощущениям много. И не дойдем до конца. Пишет Лизард. Ему отвечают. У тебя нет ничего. Вот ты так и говоришь. Отвечает ему плеер. Дадут ключи или канты. Написано канты. Лалыч. Отвечает ему шло канты. Я просрал толкоины. Когда улучшал вооружение. Ну. Ты конечно красавчик. Бебраб. Поздравляю тебя. Но я хочу только фриз и хантер. Я куплю только в том случае. Если мы дойдем до них. А так. Хотелось бы получить тонну контейнеров. Мне как раз нужны кристаллы. Пишет ИУА2002. А не надо ждать. Надо сразу покупать. А вот если все так делают. Тогда мы и его пройдем. И фриз. Говно обычный. ХД скин. Просто с белыми вставками. Типа лучше. Я так понимаю. Причем прикол. Чем он вам нравится. Пишет Безумный Дэн. Очередной. Полупозитивный. Полунегативный комментарий. Вместо кантов. Не должны уже ключи быть. Спрашивает АМГ. Но в принципе. Наверное. Ключей пока что нету. Да. Потому что. У нас сейчас только закончилась конвертация. А ключи. Скорее всего. Появятся. На новогодний ивент. Я так думаю. По крайней мере. Так. Говенных красок напихали. И так. Себе призы. Участвовать не буду. Пас. Очередной негативный комментарий. Игрок. Против. И не будет. Участвовать. В этом токофоне. Я считаю. Как только найдет токофон. На первого скина. Надо всем покупать его. Ибо один. Этот скин. Всячески стоит. Тысячу тонкоинов. А если повезет. Дойти до конца. То все это добро. Будет наполовину бесплатным. Пишет Алексей Короблов. И. Алексей. Но. Отчасти. Наверное. Прав. Хотя. Скин. Это не супер. Приз. Поэтому. Такое себе. Скин. На самое слабое оружие. В игре. Плюс. Самое не использую. Плюс. ГТ скины на пушке. Это кал. Не стоит даже. Пятиста тонкоинов. Пишет ему. Советский. В этой игре. Нет самого слабого оружия. Каждое оружие. Хорошо. Для определенного режима. А что касается стоимости. То если. Для тебя. Грубо. Сто рублей. Огромные деньги. То тогда. Вообще. Не чего обсуждать. Достойный комментарий. На вид. Какая-то лажа. Шляпная. Но. С другой стороны. Шанс на вкуснятину. Все же есть. В общем. Буду. Смотреть. Смотреть. Будет киодой. Так же. Как и многие. Будет следить за таководом. И смотреть. Насколько большое количество. Он добирает. Один кристалл цене. Это я думаю. Что акцент. На краску сделан. А я рад. У меня мало красок. Всего 400 штук. И доп. Слот. Тоже хорошо. А два раза. Это вообще супер. Спасибо. За это счастье. Пишет. Код. ФМ. Три. О. Е. Код. Рад. Даже двум слотам. И красочка. Вот так вот. Ребяточки. Кто-то радуется мелочам. А кто-то сразу же. На манеже пишет. Позор они танкофон. Просто. Позор. Сережка. Пишет. Достойные призы. Не считая красок. Гришаня. Коточек. Барсочек. Все будет считать. Что я жирный козел. Но мне нравятся краски. Я бы взял. Танкофон все равно. Только танкоинов нет. И на месте тех. Кто в комментах пишет. И. Говно. Призы. И. Краски свои напихали. Вы можете получить 7200 танкоинов. При этом. Вы получаете несколько котов. Красок. И пару помойных. ГТ скинов. Которые могут вам выпасть потом из скин котов. Вы также будете недовольны в этом случае. Пишет. Коточек. Барсочек. Также буду недоволен. Да. 30 предел. Пишет Саша. Краски надо убрать. Они нафиг не нужны. Это дебильные краски. А всегда всякое говно. Но в начале напихали. Да. Согласен. Можно было вместо красок. Дать какую-то вкусняшку. А зачем 3 слота для модулей? У меня 4 открыто. Еще из сладости или гадости. Или я чего-то не понимаю. Для маленьких новых аккаунтов. Это для нубов. Пишет Олег. В принципе. Ну. Для таких нубов как я. Юзер пишет. Разводил его очередное. Гменолд пишет. Отныне я его называю бомже фонд. Не ушли прошлые ошибки. И опять могут обоср. Ну. Я так понял. Что типа. Обкекаться. Обкекаться. Просто могут орешек. Пишет. Филингейм. Опять скам. Нурофен. Просто не буду покупать танкофонд. И все. Граф Монстров. Отличные краски. Че ты докопался? Граф Монстров рад краскам. Полное говно. Отвечает ему советский. Учитывая то. Что они занимают около 10 уровней. В танкофонде. Это 10 миллионов танкоинов. Краски эти. Вырезка из анимахи спектр. Ты о чем? Мусор. Лютый. Пиджит ему. Кинза. Зазазазазаза. Найтстарт. Да. Или Найттарт. Пишет. Не надо агитировать людей. Тратить деньги на эту ерунду. Краски уже были. В прошлом танкофонде. Скины. Ну такое себе. Опять до Хантера не дойдем. А рассчитывать на что больше. Можно лишь в случае. Если всем выдадут танкоины. Вот и все. Да и вы онлайн этой игры то видели. Ребята. Лутаем бабки. Пишет еще один игрок. Принципиально не стану донатить. Из-за дурацких красок. Пишет юзер. Джим Эн Уолт. Пишет. Ставлю на 22 ляма. Тутуберы и киберкотлеты. Сливайте свои сотни тысяч танкоинов на спецухи. И может быть мы дойдем до конца. Пишет Миша. Ради такого я бы не стал так тратиться. Им все равно на халяву это дают. Так что пусть тратят на пользу общества. На халяву. Может быть тебе только дают сыр в вышеловке. А все это надо заработать. Поэтому я не согласен. От слова совсем. Моя ставка на 17 мультов. Пишет Вадик. Хватит всем ныть. Надо забирать этот такофонт. И покончить уже с этими монокрасками. И если этот такофонт не заберем. В следующий раз опять будет шляпа. Данный такофонт. Это нам наказание от разработчиков. За то что не забрали полностью такофонт в прошлый раз. Лично я буду покупать данный такофонт. И всем призываю к этому. Все ради того, чтобы следующий такофонт порадовал чем-то новым. Пишет юзер. Ну и такой вот интересный комментарий оставляет. Советский пишет. Танкофонт полное днище. И вот почему. Куча никчемных красок. Раз. Два. Куча ядерок по одной штуке. Три. В целом призыв в начале дно. Четвертое. Приоритет из орудия отдается Гауссу. Одной из самых слабых пушек в данный момент. У разрабов пять. У разрабов совсем нет фантазии. Кроме пульсаров. Ничего не умеют в танковод сювать. Шесть. Самый жирный минус. Нет кризиса. Я впервые вижу настолько провальный танкофон. Да еще и без кризиса. Из-за которого я изначально копил на танкофон. Семь. Не соблазняйтесь. Последними призами. Жопу ставлю. Мы до них. Их близко не доберемся. Так же скины ГТ на пушки практически ничем не отличаются от дефолтных. Даже на всех своих трех нубских аках не буду покупать танкофон. Хотя шафт пульсар выглядит вкусно для основы. В общем в этот раз не рабочие. Четыре ответа ему. Отчасти ты прав. Но суть в танкофонде не в призах. А в шансе окупа. Равно ты уже. У тебя возможность заработать 7200 танконов. Суть ты именно в призах. А розыгрыш это как приятный бонус. А если не выиграл 1000 танконов улетели в молоко. А если следующий ТФ будет лучший в истории. Для игрока без доната это будет очень плохо. Хоть и 1000 танконов стоит дешево. Слушайте. В регламенте написано. Что призы внутриигровые лишь дополнительный стимул. Что бы и его взять. 225 обычных. 115 ультра. 45 недельных. 2 скин конта. 3 устройства. 3 скина. Это разве ужасно? Вы сейчас скажете что не набьем. Но 30 дней он идет. Если все бы так думали как вы. То ни один ТФ не был бы набит. Надо брать. Это в любом случае выгодно. Даже если пройдем. Пройдете 30 лямов. Всего ждать не нужно чуда. Его можно сделать только всем комьюнити. То есть у нас ребятки. А ну и вот последний комментарий. Где он лучший то? Он лучший для тех у кого нет ничего. Это им нужны расходники. А на самом деле фонд полная фигня. Одни контейнеры. Ничего интересного. Интересного. Вот так вот поделились у нас ребятки комментарии. Есть процентов 20-30 позитивных. Есть большинство негативных. Где ребята не готовы покупать танкофонд. И в целом я могу согласиться и с одной стороной. И с другой стороной. В целом меня больше всего грустно печалит. Это краски. Да как я и говорил вчера. Краски это полная шляпа. Если бы здесь вместо красок были бы какие-то достойные призы. То более чем я уверен что этот танкофон бы полетел бы в космос. И набрал бы безумно большие цифры. Но разработчики в очередной раз добавляют краски. И в целом вот такое вот мнение от нашего комьюнити. Пишите что вы думаете по поводу всего этого дела. Как вам подобного рода видеоролик. Где я читаю ваши комментарии. Выслушиваю вашу точку зрения. И где-то добавляю что-то от себя. Напишите все свои мысли. Если этот видос зайдет с таким форматом. То возможно мы в будущем будем это тоже практиковать. И подобного рода видеоролики записывать. Поэтому пишите все свои мысли под этим видосом. Можете также написать еще что-то от себя. Насчет танкофонда. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а мы будем пристально следить за этим танкофондом. Пока видос идет. Он уже поднялся на 500 тысяч. На 500 тысяч наш танкофонд уже вырос. Быть может наберет сейчас вкусные обороты. И тот самый человек который жопу свою поставил. Быть может останется дырявым. Ну либо просто без нее. Посмотрим. Поживем увидим. Будет интересно за всем этим последить. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.